Ещё одним подарком ко дню города стала книга «Летопись люберецких столетий». Презентация издания, над которым работали краеведы, историки и писатели городского округа, состоялась в библиотеке имени Есенина. Тему продолжит наш корреспондент. Эти кадры были сделаны в ноябре прошлого года. Лучшие историки и краеведы городского округа Люберцы совместно с главой обсуждают будущую книгу, которую выпустят накануне 400-летнего юбилея города. Идеи и предложений было много. За это время проделана огромная коллективная работа. И вот в свет вышло ещё одно издание, повествующее о богатой истории Люберецкого края. Кутузов здесь принимал историческое решение, и в гражданской войне это решение помогло победить врага. То есть это наша история. Здесь учился Юрий Алексеевич Гагарин, здесь Фаина Раневская выступала, здесь выступал Шаляпин. Эти и многие другие интересные факты и события, которые произошли в Люберцах за четыре века, собраны в одной книге. Каждому столетию посвящена отдельная глава. Так как Люберцы всё-таки это частичка нашей большой страны, мы просто всё это расширили за счёт того, чтобы показать, что в Люберце делалось часть того, что делалось во всём государстве. Поэтому тут есть вся информация и о том, кто приходил к власти, какие цари, какие реформы, какие, соответственно, были катаклизмы в земле российской, потому что всё это отражалось именно в наших земляках. Над книгой «Летопись Люберецких столетий» работала большая команда. В редакторскую группу вошли сотрудники Краеведческого музея, библиотекари и журналисты. Каждого, кто внёс вклад в этот значимый проект, глава округа отметил благодарственными письмами.